Могли оставить ворсинки, шерстинки, нитки, не знаю. Снимки я должен иметь сегодня. Паша, это для целой бригады экспертов на два дня работы. Виталий... Ладно, сделаю. Я в прокуратуру, и Виталий... Паша... 2001 год для российского актера Виктора Супруна является годом популярности. Ведь именно тогда вышел сериал «Гражданин начальник». Упорный труд и невероятный талант актера привел его к славе. Артист родом из города Кривой Рог. Родился в 1964 году. Перед тем, как Виктор должен был отправиться в школу, семья Супруна отправилась в город Удачный, расположенный недалеко от Якутска. Отец Виктора работал газосварщиком, а мама – воспитательницей в детском саду. После окончания школы будущий артист некоторое время работал автослесарем, затем оказался в армии. Определиться с судьбой актера помог конкурс солдатской песни. Супрун его выиграл и решил, что будет поступать на актерское. У Супруна насчитывается огромное количество проектов, в которые его приглашали режиссеры. Но все ли они были успешными? Смог ли актер удержать свою славу? Сейчас разберемся. Свой актерский путь Виктор начал выстраивать с 1990 года в Орловском Тюзе. Сейчас этот театр называется «Свободное пространство». Проработав там до 1999 года, ушел работать в Московский театр под руководством Армена Джигарханяна. В 2001 году Виктора приглашают сняться сразу в нескольких проектах. Но больше всего актер отличился в уже упомянутом сериале «Гражданин – начальник». В 2004 году выходит военная драма «Штрафбат», где Супрун сыграл роль гармониста Шлыкова. Виктор хорошо поет, поэтому ему не составило труда играть своего героя. Несмотря на хорошую оценку, сериал получился довольно скандальным. Многие зрители были уверены в том, что художественный сериал показывает неправду. В криминальном сериале «Ликвидация», вышедшем в 2007 году, отлично справляется с ролью водителя Гоцмана – Васьки Соболя. Этот сериал – фильмография актера с самой высокой оценкой среди всех остальных работ актера по версии «Кинопоиска». Виктор Супрун – творческий человек. Помимо театра и кино, он любит петь, танцевать, а также актер хорошо играет на фортепиано, гитаре и баяне. Свои таланты актер решил применить по назначению и в 2009 году выпустил свой альбом «Полтасская гастроль». В 2010-м Виктор в сериале «Однажды в милиции» проявляет свой комедийный талант. Сериал рассказывает нам о взаимоотношении сотрудников отделения милиции, о событиях, которые происходят в участке и в личной жизни героев. Актер выступил в роли капитана Владимира Бабыкина по прозвищу Матроскин. Отклик у зрителей сериал получил неоднозначный. Судя по оценке на Кинопоиске 4 из 10, сериал получился не самым успешным. Стоит отметить, что в фильмографии Супруна преобладают сериалы, среди которых легендарные «Бригада», «Моя прекрасная няня», «Папиной дочки» и «Кухня». В 2019-м актер снялся в треке комедии «Триада». Сериал рассказывает нам о мужчине, который мечется между тремя дамами. Виктор сыграл роль прораба. На съемочной площадке он был со своей дочкой Алисой. Ей досталась роль официантки. Сейчас Супруну Виктору Петровичу 57 лет. У него есть прекрасная жена по имени Вера Лесничная, с которой он познакомился в Орловском Тюзе. У супругов есть дочка Диана. Она от бывшего мужа Веры. Но несмотря на это, у Виктора и Дианы хорошие отношения. Диана уже взрослая и работает радиоведущей. Также у семьи Супрун есть общая дочка Алиса. Ей 28 лет. Она пошла по стопам отца и стала актрисой. Виктор Петрович продолжает появляться на телеэкранах. Не всегда в главных ролях. И не всегда популярный для широкой публики. Но ведь это не самое главное. Главное заниматься любимым делом. А большая роль обязательно придет.